В поздние часы, друзья, вечерком, для выполнения нашего диетического меню, пошли мы в магазин, который называется Окман Маркет, и там наши помидоры, вот они, Кумато, как можете, с запасом взять. Я взяла два, я уже два взяла. Вы понимаете, они очень-очень вкусные, друзья, это вот то, что мы любим, и то, что не всегда, далеко не всегда бывает. Почем помидоры-то? Тут ценник есть на них. Мы даже 4 доллара, 3.99, вот за такую упаковочку. И не бог весть, сколько там в этой упаковочке, как между нами-то. Один фунт, один фунт, 4 доллара за фунт. А вот, пожалуйста, тут нектарит, как персиком это не назовем, нектарит. Причем, 1.79. Вкусные, 99 центов за штучку, но очень вкусные. Я вам говорю, как человек, который употребляет. Ну, не в смысле, что вы подумали, а вот именно манго, яблочки. Тут есть органические, неорганические, там надо смотреть. А вот это, кажется, со стороны, что виноград, да? Нет, друзья, нет, помидорочки. Тут как-то ветвенно дует мне на микрофон, не знаю, что вы там услышите. А вот эти манго тоже шикарные, красавцы. Тоже очень вкусные. Это вам тоже, говорит, человек, который употребляет манго. А вот этот виноград уже, ну, конечно, не такой крупный, как помидорчик. Я бы сказал даже, что он мелкий, по 2,50. Мелкий виноград. Бывает гораздо крупнее. Вот, например, вот этот. Но уже по 4. Но уже так вот. Но очень-очень вкусно все тут. К сожалению, мы теперь вот покупаем только то, что по диете, а не то, что вот хочется съесть. Знаете, как бывает? Ну, сори. Такая жизнь. Бананы. 99 центов фут. Это вот эти, которые органические, они уже, видите, уже доходят. 99 центов. А вот эти, может быть, и по дороге. Не знаю. Не вижу ценников. Что тут у нас? Черешня органическая. Трешка фунт. Да. Симпатично. Так. Идем дальше. А тут какая-то черешня, знаете? Странная, какая мелкая. Я плял. По трешке. Это по трешке такая мелкая. Может быть, это вишня? Да, точно. Друзья, саур-черри. Саур-черри. Это вишня. Вот такая мелкая вишня. Что сама по себе удивительно, потому что здесь вишня, как бы практически никогда не продает. А вот какая-то, какая-то черешенькая. А мы ее даже не заметили. Мы не дошли туда. А вот это всякие такие рахат лукумы. Да, из разных ягод. А это вот, ну, сами понимаете. Маковый рулет, друзья. Маковый рулет. За десятку. Смотри, тоже так. Вот такой большой. За десятку. За десяточку хлеба. Вот эти тоже очень вкусные. Вот эти штрудели. Ой, друзья. Ну, очень. Ну, очень вкусные штрудели. Я думаю, что там, где вы живете, тоже со штруделем проблем нет. Да. Евреев уже не осталось. Это еврейское блюдо. А штрудели есть, пожалуйста. Для того, чтобы, друзья, скушать штрудель, еврей не нужен. Скажи, Свет. Я говорю, чтобы штрудели слушать, евреям не нужен. Был бы штрудел. Был бы штрудел. Вот. Вот она мудрость, друзья. Вековая. Многовековая, многотысячелетняя мудрость нашего народа. Так. Грибочки. Вот смотрите. Надо сказать, что вот сколько мы пытались к этим грибочкам. Как-то они не... Черт его знает. Не то. Вот как бы ждешь чего-то одного, а получаешь совсем другое. Орешки. Семена, пожалуйста. Какие-то прям подсолнечник какой-то. Семечки. Так. Давайте здесь поглядим, что. Здесь у нас рыбка. Шпроты. Вот шпроты в томатном соусе. Представляете? Килька? А, куда? Килька. Я извиняюсь, шпроты вот рядом. Килька. Килька в томатном соусе. Но это только разве что из ностальгических соображений даже я не знаю. Макрель – это скумбрия, друзья. Печень трески. А? Как вам печень трески? Натуральная. Прямо из отечества приплыла. Еще печень трески. Но это уже, может быть, местная. Не знаю, по-английски написано. Рига голд. Печень трески из Риги. Наверное, не знаю, надо посмотреть. Шпроты. Рижское золото. Увесистое такое золотишко-то. 2,50. Да. А еще вот такие вот эти вот, друзья, они сейчас даже в Коско продаются. Вот именно эти баночки. Они в оливковом масле. Это довольно редкие случаи. Понимаете, вместо машинного, ну я условно говорю, то есть какое-то там другое масло, а тут вот оливковое. Это редкие случаи. Видите, сколько? Шпроты, шпроты, шпроты. Так. В масле, в масле, в масле. Ну, это все не так интересно. Это как бы, понятно. А шпроты, это как бы, такой отечественный, можно сказать, продукт. Семечки отборные. А это семечки от Мартина. Я не знаю, я не покупаю семечки и не ем. Тоже от Мартина, но почему-то другого цвета. А тут еще какие-то с бабушкой. Какая-то классическая бабушка, даже не знаю. Бабкины. Бабкины семечки, я понял. Они как-то отличаются, видимо, друг от друга, потому что они там цветом разные. Это что, вообще американские, что ли? Какие-то они, знаете, воздух откачет такие, спрессованные. Базарные. Тыквенные, жаренные, еще бабкины, еще базарные. Знаете, это станичные, казацкие, станичные, хорошо. Тоже какие-то спрессованные, жаренные, спрессованные. Базарные, базарные, станичные, тыквенные. Ну, в общем, как жить в таких условиях, подскажите. Еще семечки, еще семечки. Арбузные. Кстати, еще и арбузные семечки. Вы кончили арбузные семечки? Я, например, никогда не пробовал. Семечки соленые. Тамбовский волк. Хорошая, хорошее такое название для семечек. Так, еще тамбовский волк, еще тамбовский волк. В общем, можно, можно жить, друзья. Пряники медовые. Ну, или во всяком случае, очень похожи на них. То же самое, но вот какие-то они совсем мелкие. И вот такие. И вот драже всякое в шоколаде. С чем только оно тут, это драже не продается. Снова пряники. Сушки-баранки. Сушки-баранки такие. Сетии. Это вообще какие-то, знаете, типа на один зуб надо было бы назвать. Но они назвали мини. Могли бы назвать микро. Ничего от этого не изменится. Микро-сушки-баранки. Хорошо. Это что-то у нас, какие-то конфетки, да? Джелли кэндис. Бармеладки. Так. Пастила клюквенная. С ароматом ванили. Так. А это что? Сукерки. Стрела. Это, между прочим, вряд ли импортированное. Это, наверное, здешнего производства. Ряженка монастырская. Ряженка не поймешь какая. Ряженка лайфвей. Кефир. Какой-то базарный, крестьянский. Ну, это, это, это не кефиры. Вот еще кефиры. Вот эта компания лайфвейв. У них кефиров там штук 100 разных. Я не преувеличиваю. Вы видите Томика, который... И Томи, иди сюда, малыш. Иди сюда. Вы видите Томика, который с интересом смотрит, что это мы такое принесли из магазина. А мы вот сюда поставили. Вот. И вот теперь может только интересоваться. А мы будем употреблять. Ну, не сразу. По мере, так сказать, необходимости.